Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В Люберецком дворце культуры прошел концерт для людей с ограниченными возможностями. Юные артисты радовали своим творчеством. Песни и танцы зажигали огонь в глазах зрителей. Сегодня в Люберецком дворце культуры собрались люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь взялись люди, которые так или иначе своей силой и волей продолжают жить. Понятно, жизнь такая штука непростая, потому что к инвалидности, когда человек рождается, особенно в детстве бегает, никто не готовится. Владимир Ружицкий подчеркнул важность программы «Доступная среда». У каждого должна быть возможность посещать поликлиники, школы, магазины, театры. В Люберецком округе проживают более 18 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них более 600 – инвалиды-колясочники. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый пообещал помогать и на законодательном уровне. Я узнал, я раньше этого не знал, что человек получает инвалидность. Когда оформляет инвалидность, слетает с другими грекотами, у него получается денег меньше. Вообще обещаю, что к этой проблеме я уже подключился. И будем, я думаю, все серьезно дать им работать, чтобы поменять. Анна Гришаева – инвалид второй группы. Она живет в Люберцах с 61-го года. Работала на вертолетном заводе имени Миля, на Люберецких транспортных предприятиях. Еще с юности активно участвует в общественных мероприятиях. Мне уже 74. Желаю даже до 75-летия, когда меня поздравит администрация. Я участник везде, во всех мероприятиях города. Я очень довольна своей жизнью. Ну ты опять на свою общественную работу пошла? Я говорю, да. Я говорю, мне нравится работать с людьми. Очень важно помнить о людях с ограничениями по состоянию здоровья. Они хотят вести активный образ жизни, и поддержка им особенно важна. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.